Твоя чудеса Вот, друзья мои, мы и подошли с вами к замечательному празднику, который Православная Церковь отмечает в октябре, 14 октября, Покров Божией Матери. Этот праздник имеет уникальную историю, которую полезно послушать и нам, живущим ныне сегодня. Отец Борис, будьте добры, Покров Божией Матери, этот праздник связан с уникальной историей, которая актуальна и в наши дни. Вы знаете, когда случается горе у какого-то человека, когда случается горе в семье, мы, наверное, ищем поддержки, всегда поддержки. Мы ищем поддержки друзей. Если умирает близкий человек, мы тоже в первую очередь самым близким обращаемся за помощью. Когда случается горе в государстве, мы тоже обращаемся за помощью. Кому? Либо к соседним государствам, но чаще всего мы находим Бога. Вы знаете, есть такая вот пословица, что «как только горе, вот тогда народ идет к Богу». И так было всегда. И, наверное, в нашей новейшей истории во время Великой Отечественной войны. Ведь от нас многое скрывало богоборческая власть советская, скрывало то, что во время Великой Отечественной войны происходило очень много чудес. Народ обращался к Богу. И хотя власть-то была атеистическая, но забрать веру у людей не удалось. Поэтому горе. Люди обращались к Богу, обращались за помощью. Мы знаем из примера Великой Отечественной войны, когда враг подошел к Москве по приказу Сталина, икона Казанской Богородицы была обнесена, вернее, самолетом, облетел самолет с ней. И мы знаем, что фашисты не вошли в Москву, она не была разорена. Так было всегда. И так было в те далекие годы в X веке. Город Константинополь. Там жили греки. Это была огромная греческая страна, Византия. Константинополь и царь Град являлся ее столицей. И это было очень смутное время, поскольку враги постоянно осаждали христиан. А мы знаем, что ведь греки были православными. И вот Град Константинополь был окружен варварами, окружен людьми, которые хотели уничтожить православие, которые хотели взять этот город. Ну, вы знаете, история рассказывает о том, что, с одной стороны, это могли быть царацины, это были мусульманы, которые ненавидели христиан, которые их уничтожали. Но, с другой стороны, есть одна из версий, что, может быть, даже это были Аскольд и Дир, русские князья, которые также сражались с православием, потому что ведь они были язычниками. И это были варяги. И вполне возможно, как описывает нам история, что они также могли подойти к Константинополю, поскольку они завоевывали земли, и они могли подойти к Константинополю и хотели его взять. И вот есть описание патриарха Фотия, который в то время был патриархом в Константинополе. Он пишет о том, что давайте вспомним мы вот то время, когда вечером возле нашей крепости, возле нашего города стояли люди вооруженные мечами, которые хотели нас уничтожить. И волны Черного моря, они как бы благоприятствовали этому событию. Но мы собрались в храме, и наша молитва, ночная молитва, сделала величайшее чудо. Враг отошел от стен, потому что поднялась буря. Это море, которое буквально еще сегодня, оно способствовало тому, что могли подойти корабли варваров и уничтожить христиан, уничтожить константинопольцев. Мгновение ока на утро сменилось это спокойное море, сменилось на гнев, и корабли отошли от Константинополя. Ну, в общем-то, в данный момент праздник Покрова Богородицы, нельзя говорить о том, что кто там был. Главное, что был там враг. И естественно, как я уже говорил в начале нашей встречи сегодняшней, что люди, конечно, но кого им было уповать, только на милость Божию. Они решили собраться в Волохердской церкви, в которой находилась Риза Пресвятой Богородицы, и совершать молитву. Одно только оставалось им – молиться и надеяться на промысел Божий. А ночные богослужения совершались тогда очень часто, и во время всеношного бдения, во время службы, народ молился, усердно молился и просил защитить свой град от врага. Среди верующих там находился и царь Лев, и царица Зоя. Там находился также и Андрей Юродивый, Христа Радио Юродивый. Причем он был из русских, он был взят в свое время в плен византийцами, он был взят как язычник, но принял православие и стал истинным христианином. И вот где-то уже в четвертом часу ночи он поднимает глаза к куполу храма и вдруг видит чудо, величайшее чудо – Матерь Божию, Царицу Небесную, заступницу рода христианского, которая стоит и держит свой покров. То есть, будем говорить, современный закон такой платок большой. Она держит над всеми, кто молится в храме. Она держит, а вокруг множество сон святых, которые также ее окружают. Рядом Эпифаний, его ученик, и он спрашивает его, ты видишь то, что вижу я? Он говорит, да, я вижу это чудо, я вижу и ужасаюсь. И вот это чудо и стало основой праздника Покрова Пресвятой Богородицы. Потому что ведь Покров – это тот платок, который Матерь Божия держала над теми, кто собрался в этот момент в храме. И мы потом дальше смотрим описание, историческое описание патриарха, который говорит и пишет, что наша молитва, она победила врага. Она победила и освободила наш город. То есть народ мог исповедовать веру православную, народ смог дальше жить, он смог креститься. Естественно, что Матерь Божия, которая является заступницей сербного рода христианского, она защитила град Константинополь, царьград. С этой минуты, с этого момента и был установлен праздник. Но самое интересное, что ведь со временем мы встречаем в истории следующее. Дело в том, что вот эти два князя и Аскольд и Дир, они со временем, возвращаясь домой, решили послать в Константинополь посланца, чтобы определить, что же за бог такой сильный у греков, что же это за сила такая. Это же не язычники, это же какой-то у них такой бог, что он смог победить такую сильнейшую армию, такой сильнейший флот разорить. Значит, им интересно стало, и они туда послали миссионера, для того, чтобы он встретился и пообщался с греками. И со временем они также раскаялись в своем язычестве и приняли веру Христова, крестившись во имя Отца и Сына и Святого Духа. И вот история нам говорит о том, что можно даже назвать вот это событие, а это событие тоже, ведь особенно оно для нашей Руси значимо. Потому что представьте себе, что люди, язычники, которые попали в Константинополь, которые хотели взять его, хотели уничтожить народ, которые хотели принести смерть, опустошение, вот тот страх и ужас, в итоге, благодаря этому событию, наверное, Божьим промыслом, они вернулись назад на свою землю и со временем, крестившись, раскаившись, наверное, как бы положили основу в том, что Русь святая была потом крещена святым великим равноапостольным князем Владимиром. И вот сегодняшний день, канун праздника Покрова Престой Богородицы, а у нас очень много есть храмов по всей Руси. Я сейчас не хочу акцентировать внимание. Россия, Украина, Белоруссия, все это общая Святая Русь. И вот на Святой Руси огромное количество есть православных храмов, посвященных Покрову Богородицы. И в нашем городе, в Николаеве, в соборе Никольском есть предел, Покровский предел. Есть также Покровские храмы и в нашем районе, и в нашей области. И мы почитаем заступницу сирнорода христианского и просим, чтобы она покрыла нас святым своим амафором, чтобы она оберегла нас, поскольку мы переживаем тяжелое время, трудное время, время тоже испытаний. Вы знаете, ведь наше время тоже, наверное, похоже и на то, что переживали тогда в Константинополе обычные мирные люди. У нас часть народа страдает, мучается, поэтому мы просим, чтобы она защитила нас Покровом. И я скажу, что в нашем храме, Петропавловском храме, Петрова Солонихи, у нас уже второй раз за последние, как я там служу, 12 лет, мы в этом году также будем совершать ночную литургию праздничную под Покров. Она начнется 13-го числа в пятницу в 23.30 и окончится где-то в час в начале второго ночи. Народ ко мне обратился, прихожане обратились, а с города обратились друзья, которые захотели ночью причаститься, помолиться. Как бы воспоминание вот того исторического события, который отмечает Церковь Святая 14 октября ежегодно. Покров Пресвятой Владычицы Нашей Богородицы и Присна Девы Марии. И дай Бог, чтобы по молитвам нашей Матерь Божия хранила нас, оберегала и защищала нас от всякого зла. Отец Борис, будьте добры. Праздник Покрова Божией Матери напоминает нам о том, что молитва христианина, а особенно соборная молитва, она сильна и горы двигать, и защитить не только свое жилище, но и свое отечество от врага. Но как часто бывает, что человек даже в единении молится, молится и не получает ответ на свой вопрос. И люди унывают, и когда их зовут на общую молитву, говорят, да что молиться, если все равно Господь не слышит. Или это неправильная мысль? Молитва есть дыхание человеческой души. Вот именно молитва — это проявление нашей души, а душа — это ведь частица Бога в каждом из нас. И каждый человек, он должен молиться, но он должен молиться по своей совести. А совесть — это внутренний Божий судья. Потому что если мы живем по совести, мы совершаем добрые дела, а иногда мы не прислушиваемся к своей совести. Поэтому молитва — это и есть общение человека с Богом. И ведь молитвы бывают абсолютно разные. Мы на практике знаем, как молитва помогает, когда умирает близкий человек. Ведь очень тяжело переживать неверующему человеку, который никогда не молится, смерть дорогого и близкого человека. Почему? Потому что он знает, что все прошло. А для верующего человека молитва — это вера, это успокоение его души, это успокоение совести. Потому что он молится и знает, что молитва услышана Богом. Этой молитвой он может облегчить страдания того умершего, близкого, кто ушел. А в земной жизни, когда мы в материальном мире находимся, мы молимся ведь и просим и святых Пантелеймона Исцелителей об исцелении кого-то. И очень часто бывают такие случаи, я таким сталкивался, с случаем, когда я приезжал к больному, который находился в коме. И по молитвам родственников, собравшихся, а когда 5-6 человек — это уже общая молитва, они молились и просили о том, чтобы он исцелился. И я после соборования, человек приходил в себя, мне было несколько случаев, когда человек из комы выходил. Со временем он умирал, потому что заболевание было тяжелейшим. Но он выходил из комы благодаря молитве соборной, людей, которые присутствовали, и благодаря вере их в то, что они призывали священника, для того, чтобы он облегчил душу и облегчил тело человека. Вот поэтому молитва на практике, она сильна. И молитва вместе, когда мы молимся все вместе, она слышится, она доходит до Господа Бога. И вот тогда исполняются все наши желания. И когда горе, и когда проблемы, на примере праздника Покрова Богородицы, где там молился не один только Епифаний с Андреем, а молились все — и царь, и царица, и патриарх. Все собрались в единое молитвы и сказано, едиными устами, единим сердцем прославим Господа Бога и получим от Него то, что мы желаем. Доброе, хорошее и спасение нашей души и телу. Субтитры создавал DimaTorzok